Чао кариссими! Сегодня будет видео не совсем про Италию, но полезное для всех, кто живет за границей. Как вы могли уже понять, это видео будет о том, как можно любую одну валюту перевести в любую другую валюту посредством криптобиржи. В текущих условиях российские банки под санкциями перевести привычным образом евро в рубли не представляется возможным. Кто-то пользуется, открывает себе карточки казахских банков, например, ими пользуются за границей. Мы переехали в 2019 году в Италию, соответственно, открыть казахскую карточку не предоставляется возможно. Кто-то пользуется, пользовался до недавнего времени кабейджинговыми картами в системе МИР, быстро хотел сказать, китайского банка UnionPay. Но с последними санкциями их тоже эти карты заблокировали, поэтому с них здесь нельзя уже снять евро. Вот, соответственно, я покажу способ. Есть криптобиржи, я пользуюсь двумя, которые расположены в мессенджере Telegram. Один бот – это криптобот под ником Send, другой под именем Wallet. Я пользуюсь обоими. Wallet имеет чуть более удобный веб-интерфейс. Внутри приложения Send реализован на Telegram-бот API. В входящие данные у меня есть карта банка Тинькофф, куда я, соответственно, могу получать рубли, либо откуда отправлять рубли. И есть карта банка Револют в евро, куда я могу получать евро, либо отправлять евро. Этот способ работает как в одну сторону, так и в другую сторону. То есть можно из евро в рубли отправлять, из рублей в евро, ну или в любые другие валюты. Я покажу на примере рубли и евро. Итак, сейчас перейдем к записи экрана. Сначала я покажу, как это делается в боте Send. Вот, и в конце, на тот момент, когда я делал это видео, пир-то-пир операции в кошельке в боте и валют у меня были заблокированы. На тот момент было неизвестно почему. Потом выяснилось через поддержку, что у меня этот бот был добавлен в два аккаунта на телефоне, что по их правилам нельзя. Поэтому они мне заблокировали пир-то-пир операции. Но сейчас они снова открыты. Я покажу в конце второй бот обмена криптовалюты и покупки криптовалюты. Итак, мы находимся в криптоботе Send. Нас интересует нижний ряд кнопок, а точнее даже пир-то-пир операции. Вообще, криптобот позволяет сделать множество различных, в том числе, инвестиций. Но нас в данном случае интересуют только пир-то-пир операции для обмена валюты на криптовалюту. Итак, мы переходим в пир-то-пир. Пир-то-пир, напоминаю, это person-to-person. То есть человек человеку отправляет. То есть операция происходит между двумя персоналями. Переходим в пир-то-пир. Видим, здесь есть возможность купить, продать, поменять валюту, посмотреть сделки. Выбираем купить. Здесь видим различные криптовалюты, которые доступны на платформе. И я в данном случае буду использовать ToneCoin. Это условно связанная с телеграммом криптовалюта. Видим, в евро ее цена 6.99. А нам же нужно поменять валюту на рубли, потому что мы будем покупать за рубли. Возвращаемся обратно в пир-то-пир. Переходим в оплаты валюты. Выбираем валюту маркета. И здесь выбираем уже рубли. Возвращаемся назад. Переходим снова в купить. И видим, здесь уже цены за криптовалюту в рублях. Выбираем ToneCoin. И в данном пункте мы видим все предложения, через какие банки, либо через какие системы есть объявления о продаже криптовалюты. Соответственно, СБП, система быстрых платежей, Сбербанк, Тинькофф и так далее. Выбираем СБП. И видим уже здесь предложение. Здесь подробненько остановлюсь. Первое – это у нас условно имя того, кто продает. Дальше цена. Его цена за криптовалюту, она, естественно, отличается от биржевой цены. И дальше диапазон, то есть лимит операции. Допустим, если смотрим на верхнюю, то от 15 до 35 тысяч рублей можно за эту сумму купить у человека криптовалюту. У меня на данный момент 10 тысяч рублей нужно обменять. Выбираю второй вариант. То есть второе предложение. У нас открывается сообщение об условиях сделки. Здесь видим, как и статистику этого человека, который продает нам криптовалюту. Его цену за тон, доступный объем, лимиты, способ оплаты и условия сделки, которые он сам написал. То есть, видите, пишет человек чек об оплате обязательно, только с того банка и так далее. Читайте внимательно все условия, читайте внимательно обязательно правила пользования этими биржами, потому что от этого зависит сохранность ваших денег. Нас все устраивает. Нажимаем купить тон. Далее нам нужно указать, сколько мы хотим в указанном лимите купить тон. Можем указать либо в тонах, либо в непосредственно рублях. Я нажимаю указать в рублях и нужно отправить цифрой сообщения боту 10 тысяч рублей. Нам выпадает окошко подтверждения. Уверены. Да, создать сделку нажимаем. Сделка у нас совершена. И продавец должен ответить в течение 10 минут. Если он не отвечает в течение 10 минут, то сделка будет автоматически отменена. Нужно будет, если мы хотим снова попытаться обменять, снова создавать сделку. Я здесь ускорю время, чтобы вам не ждать 10 минут. И мы видим сообщение по истечении 10 минут о том, что сделка была автоматически отменена. Хорошо, вернемся обратно в пир-то-пир-маркет. Снова выберем купить. Тонкоин. Перейдем сразу в Тинькофф. Видим здесь предложение. Первое предложение нас устраивает. 532 рубля за тонкоин. От 1000 до 34 тысяч рублей диапазон сделки. Читаем. Внимательно условия. Человек пишет к переводу. Обязательно нужно указать на пиво, возврат долга, подарок. То есть в переводе в рублях на российский банк. Нажимаем купить тон. Указать в рублях. Указываем снова 10 тысяч рублей. Подтверждаем, что мы все точно указали. Создаем сделку. Сделка создана. Ждем ее принятия. Появилось у нас сообщение о том, что продавец принял сделку. Нужно отправить оплату через Тинькофф. Нажимаем посмотреть сделку, чтобы увидеть реквизиты, куда отправлять. У нас открывается способ оплаты. Снова полностью вся сделка со всеми условиями. Но тут уже добавились реквизиты. Мы видим, где-то может быть либо номер телефона, либо номер карты. Указан банк у человека. Вот он хоть способ оплаты указывал Тинькофф. Но пишет, что на Альфа-банк надо отправить ему по номеру телефона. Окей. Переходим в Тинькофф. И по номеру телефона отправляем человеку указанную сумму. И добавляем сообщение на пиво. Переводим 10 тысяч рублей. Успешно. Я сохраняю документы об операции. Открываю. И делаю скриншот этого чека для того, чтобы его отправить продавцу. После того, как я уже отправил рубли и удостоверился, я нажимаю оплата отправлена. Вижу сообщение о том, что вы подтверждаете, что отправили указанную сумму. Да, подтверждаю. И для уверенности еще нажимаю написать сообщение контрагенту. И прикрепляю скриншот чека нашего. Сообщение отправлено. Мы снова... У нас открывается тут же окно сделки. И ждем, ждем пока контрагент подтвердит, что он получил наши рубли. Вот. Видим сообщение о том, что сделка успешно завершена. Вы получили 18, сколько-то там тонн. Можем открыть кошелек. И видим, что там плюс остаток, который у меня был. Да, теперь у нас баланс тонн коинов 19 с копейками тонов. Что эквивалентно примерно 104 долларам. Все, мы первую часть перевода выполнили. Теперь нам нужно эту криптовалюту тонн обменять теперь уже в евро. Снова переходим в peer-to-peer. Выбираем теперь уже продать. Видим снова, что у нас валюта осталась рубли, потому что мы покупали за рубли. Возвращаемся к настройкам. Переходим в оплату. Валюта маркета. Выбираем теперь уже евро. Возвращаемся на биржу P2P. Выбираем снова продать. Окей, за евро. Выбираем тонн коины. Здесь мы видим, так как у меня, как я уже говорил, в революте счет. Я выбираю револют. Видим, что там 9 предложений, немного. И также по аналогии видим все предложения. То есть сначала имя контрагента, его ник, так сказать. И потом его предложение ценовое. Первое 4,82 диапазон. От 300 евро до 100 тысяч евро. Выбираем второе предложение. Оно нас устраивает. Читаем условия также. Человек пишет, отправлю на любой банк по номеру карты. Срок оплаты 15 минут. Лимиты от 50 до 5000 евро. Либо в тоннах от 11 до 1000 тонн. Цена за тонн. Рейтинг человека. Выбираем продать тонн. Ну и в данном случае выбираем, что продаем ему все тонны. Подтверждаем количество, которое мы хотим в тоннах продать. Нажимаем создать сделку. Небольшое отступление. Можно самому в Botox создавать объявление о продаже, либо покупке. И таким образом будет немного выгоднее. Но единственное, что скорее всего вам придется сделать несколько операций. То есть вряд ли кто-то у вас купит сразу весь доступный лимит валюты, либо криптовалюты, либо денег. Возвращаемся к нашей сделке. Ждем пока покупатель примет сделку. Видим сообщение о том, что покупатель принял сделку. Отправим реквизиты. У меня уже сохранены были в боте реквизиты. В Revolute есть Reftech. Который можно указать. Я выбираю его. Подтверждаю, что хочу отправить эти реквизиты. Ну и дополнительно, так как человек указывал, что он по номеру карты переведет, отправляю ему номер карты в сообщение. То есть нажимаю написать сообщение. И ввожу номер карты Revolute. Отправляю. Теперь остается дождаться, когда на мою карту Revolute поступит евро от этого человека. Я вижу уведомление от приложения Revolute о том, что мне прислали 93 евро 17 центов, что соответствует нашим условиям. Но не нужно доверяться. Об этом же уведомляется в самом боте. Не нужно доверяться только пуш-уведомлениям от приложений. Нужно обязательно перейти в приложение банка и удостовериться, что вам действительно пришли эти деньги и что у вас на счету они есть. Я перехожу, соответственно, в Revolute. Убеждаюсь, что деньги мне поступили. Вижу сообщение от Telegram о том, что покупатель отправил мне деньги. Нажимаю посмотреть сделку. И подтверждаю. После того, как я удостоверился, что оплату получил, нажимаю, что оплата получена. У меня снова спрашивают системы, вы подтверждаете? Да, подтверждаю. Снова уведомление для безопасности о том, что вы действительно убедились, что деньги поступили вам на счет. Да, оплата получена. И снова нажимаю перевести монеты покупателю. Все, сделка завершена. Наши тонкоины ушли к контрагенту. Мы получили на счет евро. Можем оставить отзыв. Окей. Поставим положительный отзыв. Все прошло удачно. Вот, собственно, может показаться, что немножко запутано. Первый раз тоже было непонятно, куда идти и чего нажимать, особенно, когда это связано с деньгами. Моя рекомендация не... Если вы будете подобным образом переводить деньги, не нужно переводить крупные суммы. Сделайте сначала пробные... Небольшие платежи, переводы. Разберитесь в том, как это работает. У меня бывало случалось так, что я переводил деньги в рублях человеку за криптовалюту. Отправлял о том, что я сделал оплату. А потом у меня приходило уведомление от банка о том, что мой перевод не совершен. То есть заблокирован на стороне банка. В данном случае нужно быть достаточно честным с людьми. Я уведомил контрагента о том, что вот у меня пришло такое сообщение. На что он ответил, ничего страшного. Сейчас давай отменим сделку. Отменили сделку. Ничего страшного не произошло. Никто не потерял деньги. Также не исключено, что на этих платформах могут быть попытки мошенничества. От этого никто не застрахован. Будьте внимательны и бдительны. И сейчас я покажу еще интерфейс приложения. Точнее, не приложение, а интерфейс бота валит. Небольшое лирическое отступление, чтобы ваши глаза не заскучали. На монтаже я смотрел. Мог понять, что у зрителя может показаться, что я все операции делаю на компьютере. Нет, то, что вы видите, это я за компьютером сижу и комментирую то, что ранее было снято на телефон. То есть, все операции я делал в приложении Телеграма на телефоне. Ссылки на обоих ботов я оставлю. Ботов-обменников я оставлю как на валит, так и на сент. Оставлю в описании под видео. Также я оставлю ссылки, по которым можно будет поблагодарить нас за это видео. Я пользуюсь обоими ботами, потому что иногда в одном бывает предложение выгоднее по покупке, в другом предложение по продаже. Между обоими ботами можно обменивать, можно пересылать тонкоин. Там комиссия какая-то минимальная, типа пару центов, долларовых центов. Соответственно, у вас в каждом кошельке на каждую валюту есть такой длинный ключ, который является адресом кошелька вашего, этой криптовалюты. Ну а теперь давайте перейдем к боту валют. Итак, мы находимся в боте валют. Можно увидеть, что у него такой удобный интерфейс, веб-интерфейс. Вот здесь можно увидеть мой баланс 138 евро. Этот на самом деле баланс в тонкоинах. Сюда можно зайти, увидеть, что у меня тут 23 тонкоина лежит. Когда-то мне эти тонкоины обошлись в районе 40 евро. Вот с тех пор они просто здесь лежат, и их стоимость поднялась. Поэтому я еще использую как некоторую кубышечку, куда по возможности складываю немножко тонкоинов. Как мне кажется, валюта эта будет расти. Поэтому, вот, собственно, здесь также есть P2P Market. Можно купить. У меня сейчас нет рублей, чтобы вам показать. Но, как бы, суть та же самая. Можно купить. Здесь сверху выбираете банк. Сначала выбирается валюта. Допустим, нужно купить за рубли. Выбираем рубли. Оплату выбираем, допустим, Тинькофф. Окей. И видим все предложения, которые есть, актуальные сейчас. Можно зайти. Указать хочу. Хочу, допустим, 20 тысяч рублей. Максимальная сумма 8. Да, тут же лимиты указаны. 8 тысяч рублей. 13 тонн. Купить. Ну и, соответственно, также здесь есть условия сделки. Нужно будет... Я сейчас не буду нажимать. Потому что мне, соответственно, нечем будет оплатить в рублях. Вот. И, собственно, также создается, покупаются тонны. Потом их можно продать. Выбрать валюту евро. Револют, допустим. То есть тут много вариантов, куда можно вывести в евро. Вот. Выбираю в револют. Ну и, соответственно, также смотрю, какие есть предложения. Вот. Точно так же. Абсолютно просто. На оба вота я, повторюсь, оставлю ссылку в описании под видео. Здесь, естественно, есть больше возможностей. Можно биткоины покупать. Но новые какие-то ноткоины. Так что функционал кошелька достаточно большой. Что одного, что другого. То есть там можно даже зарабатывать деньги. Ну, это уже, наверное, те, кто соображают, как зарабатывать на биржах. Я думаю, не нуждаются в подобном видео. Мы разбирались в том, как можно просто перевести с одной валюты через криптобиржу в другую валюту. Вот. Вот такое у нас получилось полезное видео. Повторюсь, я ссылки на обоих ботов оставлю в описании. Еще прорекламирую. У нас есть бесплатное приложение по изучению итальянского языка. Также для тех, у кого возникнет острое желание поблагодарить за столь полезное видео. Все способы тиньков в рублях, в евро, в революте, в криптовалюте. В общем, все ссылки на кошельки, на карточки я оставлю. Поэтому, если кто-то хочет поблагодарить, буду благодарен. Реведерчи! Редактор субтитров А.Семкин